Приветствую вас, и поведение, которое вы описываете, очень похоже на то, что мужчина с вами соперничает. То есть он вот так через девушек других хочет вам показать, что он востребован, что он достоин, что он привлекателен, что он интересен. И чтобы мы, в конце концов, обратили на него свое внимание. Именно так обстоят дела, по моему мнению, с этим молодым человеком. Почему? Потому что мужчина ничего не будет делать просто так. И если он вам говорит, чтобы вы поприкалывались вместе с ним над другими девушками, то это означает, что он хочет показать вам свое к ним отношение. Что они для него вроде бы как ничего не значат, но при этом он показывает вам, что они его ценят. Они к нему относятся хорошо и искренне. И вот тот факт, что мы их отживаем от него, говорит о том, что он вам, в общем-то, тоже не безразличен. Мужчина. И получается, что вы так вот соперничаете друг другом. Вы как бы находитесь в постоянной, полу счастливой борьбе. За нас реально хорошо. Вы дружите, у вас есть общение, у вас есть взаимодействие. И, в принципе, для долгосрочных отношений это очень-очень хорошая основа. Но проблема заключается в том, что вы не можете сблизиться. Потому что каждый из вас определенно независим, каждый из вас не хочет терять лицо, не хочет проявлять слабость. И понятно, что вы первую инициативу не проявите, потому что считают, что вы должны проявлять мужчину. Понятно, что мужчина первую инициативу не проявит, потому что считает себя слабостью. И в итоге получается так, что вы и не себе, и не ему, и в итоге у вас и отношения не получаются между вами, и с другими отношения тоже какие-то странные. В общем, как вы понимаете, отсутствует реализация своих естественных потребностей. Чтобы эта реализация была, нужно вам для начала перестать, наверное, отшивать девушку. То есть, мужчина специально ставит вас в известностях о том, что вы девочка, чтобы вы ее отшили, чтобы, тем самым показать, что вот он живет полной жизнью, чтобы вы ревновались, чтобы вы начали его добиваться. Если вы это делаете перестанете, то мужчина поймет, что вам все равно, и начнет свою реакцию проявлять несколько более открытым. Либо он откровенно сопричатся в другую девушку, тем самым показав вам, что, в общем-то, вы не особо ему интересны. Либо он начнет к вам проявлять внимание и стараться им довладить. И тогда вы убедитесь в том, что у него к вам есть симпатия, и что вам нужно будет сделать в этой ситуации, если у вас к нему есть встречная симпатия. Это дать ему понять, что вы готовы открыть его взаимностью. И дальше, если мужчина поймет правильно вас, и если он готов действительно становиться быть в отношениях, то результаты и поступки не доставят себя ждать. Но если вы ничего не измените и будете вести себя так же, как и сейчас и до этого, то ваше отношение рискует продлиться в таком непонятном ключе еще очень-очень долго, и в итоге никто из вас по сути не выиграет от этого. Поэтому все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в спичку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за оценку его в качестве лучшего. Пока желаю вам всего доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok